Алло. Алло. Алло, слушаю. Маклану Анатольевну вам не получится услышать. И почему не получится? Потому что она не желает общаться с банками, доверила это нам делать. А вы как вас зовут, представьтесь? Меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич, да, вас зовут? Совершенно верно. А Дмитрий Евгеньевич, а вы кем не приходитесь? Это она нам приходится, клиент, это наш. Получается, представляете ее интерес или кто именно, не совсем понимаю? Тут ничего сложного для понимания нет. Человек обратился к нам, заключил с нами договор, оставил нам нотариальную доверенность. Теперь мы представляем его интересы во всех сферах, связанные с кредитными обязательствами. Вы ее представитель, да? По ее обязательствам вы также, да? Я не знаю, как еще раз конкретизировать. Я, по-моему, развернуто ответил. Еще раз повторю. Человек обратился к нам, оставил нам нотариальную доверенность, заключил с нами договор на оказание юридических услуг. Угу. Так, соответственно, вообще в добровольном порядке, Светлана Анатольевна, вопрос будет ли сейчас в субботу? Как раз таки в добровольном, как раз таки в добровольном порядке. А как по-вашему недобровольный? Что такое недобровольный порядок? Объясните, пожалуйста. Через судебное, через судебное решение недобровольное порядок. Там на дыбу садят или плетками хлещут? По-моему, судебный порядок как раз и есть сугубо добровольный и максимально законный. Получается, судебное решение, если мы будем документы передавать в судебный отдел, то, возможно, негативные последствия для Светланы Анатольевны связаны с ее задолженностью и дальнейшие методы изыскания. То есть, какое будет решение уже принято судебное, мы будем указывать, сходя с ее активностью, с ее комментарием, что она предоставляла. Там либо до 50% удержания по исполнительной листу. Вы не утруждайтесь мне рассказывать. Я же вот говорю. Юридическую организацию позвонили. Вы думаете, я не знаю, как настроено исполнительное производство? Нет, но у нас есть прецеденты, что человек вообще ничего не платит, потому что у него нет... Ну, какие прецеденты? Ну, прецеденты элементарно. 99% случаев... Позвольте вас спросить, на основании чего судебный пристав исполнитель взыскивает? На основании судебного решения. Из каких... Нет, понятно. Это я неправильный вопрос задал. Какими критериями он руководствуется? Давайте мы не будем говорить, какие критерии судья все решения вносит. Ну, да. Причем здесь судья. Судья – это промежуточный этап. Степан Анатольевна представляется программа реструктуризация. Мы готовы ей пойти навстречу. Замороченные начисления неустойки, процентов. А зачем? Мы это то же самое получим в судебном решении. Совершенно спокойно. Если это решение, то получится все судебные издержки. Знаете, что вы оплачиваете клиент? Да ладно. 333-я статья существует. Полностью уменьшенную стоимость. Какая статья? Какого кодекса? Гражданского кодекса Российской Федерации. И о чем она звучит 333-я статья? Молодой человек, вам делегировал банк общаться с клиентами. Вы там назвали, что вы не судебное дело. Подождите, дайте сказать, я вас выслушиваю. Что за манера перебивать? Я вам пытаюсь полезную, может быть, информацию, которую вы можете воспользоваться впредь. 333-я статья. Статья, на основании которой судья может убрать полностью неустойку, предъявленную банком. Это раз. Поэтому выполнять ваши требования, которые вы сейчас, как вы говорите, в добровольном порядке декламируете, они максимально невыгодны. В суде человек гораздо комполирует. Вы не сможете знать, что судья решит? Откуда вы можете знать, что судья решит? Это ваше мнение. Вы же это не можете решить? Оно основано на огромном опыте. Оно основано. 99% случаев говорит о том, что судья выносит решение пользу именно банка. Да, это я хочу поставить в известность. Это в том случае, если человек обратился к дилетантам либо сам, а элементарно не знает, как дальше. И существует... Дмитрий Евгеньевич, давайте конкретно говорить о программе лояльности. Вы будете конкретно слушать, либо будете сейчас свое мнение? Да я просто думаю, что, может быть, вам тоже будет интересно. Вот вы сейчас мне зачитаете... Что судья будет решать? Я не могу знать. Дмитрий Евгеньевич, судья будет решать, что он решает. Ну хорошо, давайте послушаем вашу программу лояльности, и я попытаюсь сравнить с тем, что получит наш клиент. В результате нашей работы. Вы необходимо передать номер телефона, чтобы сама связалась с Анатольевной по программе лояльности. Она не хочет, понимаете? Напомните, как ваше имя и отчество в начале разговора я пропустил? Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, понимаете, она воспользовалась услугой переадресации, предоставленной нашей организации, да, любому клиенту нашему предоставляют. То есть она видит входящий звонок от банка и сбрасывает его заведомо, значит, демонстрируя нежелание общаться с банками. Нет, мы всегда идем нашим клиентам. Это я понял, это вам так сказали. На самом деле, те шаги, которые вы называете шагами навстречу, они рассчитаны на одно. Просто навстречу 11 месяцев пользуется Светлана Анатольевна нашим продуктом, 11 месяцев. Она длительное время не производила оплату. То есть, получается, мы можем суде также указать, чтобы он насмотрел партнер. А вы не можете объяснить, Андрей Владимирович? С каким пакетом документов вы в суд обратитесь? Ну, вот у вас есть, скажем так... Ну, он даже юридический отдел будет заниматься, я вам не могу сказать. Нет, но я вам просто в известность поставлю, что если человек берет деньги у кого-то, а кто-то ему дает деньги, то должен существовать договор. Договор займа, кредитная расписка. Конечно. Да, этого нет у нашего клиента, есть анкета и оферта, все на этом. Ну, а это же договор. А где? А где кредитный договор? Вы сейчас скажете, что он в банке лежит? Такого не должно быть. Один экземпляр должен быть у клиента. Ну, это юридический отдел будет документы подготовить. Ну, как же вы вышли в разговор с клиентом в надежде на то, что он юридически неграмотен? Вам дали в методичке информацию, которая способна вести в заблуждение. Питрий Евгеньевич, давайте конкретно по программе лояльности. Хорошо, я же говорю, давайте мы попробуем сравнить. А вдруг действительно выгоднее? Тогда мы это клиенту порекомендуем, не то, что передадим. Рекомендуете, да? Конечно. Ну, скажите, что, если сейчас вопрос не урегулируется, и возможно будет применяться статья 159.1 Уголовный кодекса мошенничества рекомендования. Смотри, вы с юристом разговариваете. А как вы это будете реализовать? Вы инициируете... Ну, это вот наш юридический отдел будет документы предоставлять Дмитрий Евгеньевич. Да, вы поймите, что следственные мероприятия нужно инициировать, доказать умысел по 159-й. Я еще раз говорю, какая статья будет предъявляться с нашей стороны? 159-й, это мошенничество. Я все это хорошо понимаю. 159.1 Ну, да, это мошенничество. Ну, там умысел должен быть. Сговор предварительный. Не менее трех человек должно участвовать. Зачем вы понимаете, что вы сейчас противоречите даже сами себе и, самое главное, рискуете тем, что вы нарушаете... Дмитрий Евгеньевич, берите руки... Вы угрожаете человеку тем, чего не может быть. Вы с тем же успехом, с тем же риском можете угрожать ему оторвать ноги и руки. Понимаете, вы этого никогда не сделаете. Пишите номер телефона и передачу. Да есть у меня телефон Тинькова. Да что вы за человек такой. Я вам сейчас пытаюсь помочь, дружок. Вы рискуете очень сильно, угрожая 159-й. Зачем вы угрожаете 159-й статью? Это по закону запрещено. Нет, угрожаю. Я уведомляю, чтобы анабирить данный статью. Это крайне, мягко скажем, некорректная информация, которую вы даете. Перейти ручку, записывайте номер телефона. Не надо мне указывать, что я буду делать. У меня номер телефона Тинькова крупными цифрами на доске написан. Понятно? Мне остается только перейти... Дмитрий Евгеньевич, вы будете информацию передавать? Либо наш разговор будет с монологом проходить. Каким монологом? Я пытаюсь тебе помочь, дружок. Просто пытаюсь тебе помочь. Какой вам дружок? Какой вам дружок? Дружок, я так решил. Тебе не хочется. Друзей хороших. Вот у тебя есть, как ты думаешь, работодатели, которые я тебе просто подставляю. Я не понимаю, что судья будет, возможно, запись телефона разговора прослушать. А вы такое говорите? Блядь адвокатом. А как ты его предъявишь? Скажи, пожалуйста. У меня тоже запись разговора ведется. Я готов, если ты предъявишь в суде эту запись разговора, я еще и твою... Я с нами прощаюсь, Дмитрий Евгеньевич. Я с тобой прощаюсь, Дмитрий Евгеньевич. Я с тобой зашел тупик. До свидания, вам всего хорошего. Тупик. До свидания.